Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам, как вырастить зимостойкие сеянца абрикоса и персика в наших климатических условиях. Абрикосы и персики сейчас выращивают не только на юге. Сейчас появилось множество сортов, которые могут выдерживать морозы до 40 градусов. Правда, не всегда удается приобрести качественный посадочный материал. Заявленные характеристики сортов не всегда соответствуют действительности. Наши деревья начинают болеть, вымерзать, поражаться вредителями, плохо растут и плодоносят. Мы покупаем дорогие саженцы, а в результате получаем полное разочарование. Из этой непростой ситуации есть один действенный способ выращивать сеянцы из косточек самостоятельно. Какие же преимущества у данного способа? Первое. Сеянцы получаются крайне выносливыми, приспособлены к нашим климатическим условиям, а также к условиям почвы. Второе. Сеянцы крайне устойчивы к заболеваниям и вредителям. Третье. При данном способе можно получить большое количество сеянцев. Недостатки у данного способа также имеются, ведь родительские свойства получат не все растения. Плоды у сеянцев будут отличаться по вкасовым качествам, по размеру, по срокам созревания. Кроме плодов, отличия будут и по внешним признакам у листьев и веток. У тех растений, которые не сохранили родительские качества, ветки будут тонкими и покрытые шипами. Листовая пластина будет очень небольшой и не будет опушения стеблей и листьев, что характерно для сортов. Но и здесь есть выход. Ведь сеянцы можно прививать, используя черенки и почки местных сортов. Можно делать прививку черенком, либо окулировку почкой. Главный вопрос, но где же взять семена? Косточки следует брать от деревьев, которые растут в вашем регионе. Это могут быть районированные сорта, либо сорта, которые выжили в условиях местного климата и дали плоды. Выращенные сеянцы из этих косточек будут обладать крайней морозустойчивостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Если же такой возможности нет, можно брать косточки из южных сортов, но тогда выживаемость сеянцев будет крайне низкая. Я беру косточки от абрикоса, который растет около моего подъезда, потому что он приспособлен к нашему климату и сеянцы получаются устойчивыми. Косточек для прорастания нужно много, ведь не все из них взойдут. Какие-то косточки уничтожат грызуны, какие-то имеют плохую всхожесть, поэтому посев нужно производить густо. Для прорастания косточкам нужна стратификация. Это обработка холодом. Я использую естественную стратификацию, то есть высеваю косточки в осенний период, и они проходят обработку холодом зимой. Если же нет такой возможности и времени, чтобы посеять косточки осенью, можно провести стратификацию в холодильнике. Для этого перед посевом косточек их помещают в песок либо мох и помещают в холодильник. Перед посевом косточек в обязательном порядке нужно провести их обеззараживание. Можно использовать какие-либо фунгициды, либо обычную марганцовку. Разводим марганцовку и помещаем косточки примерно на сутки. У них очень твердая оболочка, и даже в самой сильной концентрации раствор им не повредит. Следующим этапом готовим грядку. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Хорошо пропускать воду. На тяжелых глинистых почвах с близким залеганием грунтовых вод, на участках, где существует угроза подтопления, сеянцы абрикоса и персика будут расти крайне плохо. Поэтому я готовлю место посадки на приподнятой грядке. В готовой грядке делаем бороздки глубиной 5-7 сантиметров. Равномерно размещаем косточки. Расстояние между ними примерно 10 сантиметров. Можно даже гуще, потому что многие не взойдут. Присыпаем почвой. Можно добавить немножко песка для хорошего дренажа, но это не обязательно, если у вас почва легкая. В самых северных регионах посев косточек лучше производить на постоянное место. Ведь абрикосы и персики это южные культуры, и они плохо переносят пересадку. Они плохо приживаются, начинают болеть и становятся менее морозоустойчивыми. Поэтому готовим посадочную яму и высеваем в нее 3-4 косточки. Когда появятся всходы, выбираем самый сильный сеянец и оставляем его на постоянном месте. Все оставшиеся сеянцы либо удаляем, либо пересаживаем в другое место и прививаем какие-то сорта, необходимые вам и устойчивые. Либо раздаем соседям. Это уже по вашему решению. Сходы у абрикосов и персиков появляются в начале мая. Уход за ними обычный. Это прополки, рыхления, поливы. Подкормки в первый год не обязательно, если мы хорошо заправили почву. Примерно через год сеянцы готовы к посадке на постоянное место, если они у вас выращивались в школке. Следует выбирать защищенное место от северных ветров. Также место должно быть солнечным, хорошо прогреваемым. Идеально подойдут места с южной стороны построек. Это может быть южная стена дома, хозяйственные постройки. Вот в таких местах абрикосы и персики будут себя хорошо чувствовать. Не следует выбирать места, продуваемые холодными ветрами, места затененные. На таких участках абрикосы и персики будут чувствовать себя плохо. Надеюсь, мои советы помогут вам вырастить абрикосы и персики, такие южные необычные культуры, у себя в садах. Спасибо за внимание. Хороших урожаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok